Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о немецком футболе и о главной команде Германии, Мюнхенской Баварии, которая выиграла очередной трофей. На этот раз Суперкубок Германии, где они, по традиции, можно сказать, немецкие, сразились с Дортмундской Баруси. Но все-таки, как ни крути, эти команды являются самыми сильными в Бундеслиге, поэтому неудивительно, что они чаще остальных попадают в Суперкубок. Дортмунд против Мюнхена. И здесь матч, конечно, получился драматичный. Мюнхенцы достаточно быстро вышли вперед, потом потеряли преимущество, но потом смогли его вернуть. Поэтому давайте разберемся, как здесь играли команды и каковы итоги этой встречи. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике, проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Ну и по нашей традиции, начинаем со стартовых составов. Тем более, что здесь были достаточно любопытные нюансы. Все-таки Бавария в недавнем матче чемпионата Германии провалилась и крупно проиграла, что было шоком для многих. Нужны были какие-то организационные выводы после такого. Ну и вообще, сами понимаете, в матче, который идет в таком плотном графике после матча чемпионата, конечно же, команде нужно было проводить определенную ротацию для того, чтобы освежить обойму и чтобы некоторые лидеры, что называется, не заработались. Поэтому здесь изменения были необходимы и в результате мы увидели, кстати говоря, достаточно оборонительный, можно сказать, состав Мюнхена. То есть, посмотрим обойму. Дэвис, Павар на флангах. Окей. Эрнандес, Зюле в центре обороны. Тоже более-менее понятно. Окей, там Нойер на воротах, а вот начиная с опорной зоны, любопытные нюансы. В центре поля Талесо, Хави Мартинес и плюс к этому здесь же и играет Йозуа Кимих. То есть, связка крайне защитного плана. И, разумеется, в подобном сочетании команда не смогла бы показать такой креативности, как, например, не знаю, с Горецкой и Тиаго Алькантерой в центре поля, допустим. Но зато была такая бронебойная опорная зона, которая могла держаться и биться против соперника. Ну и, кстати, достаточно атлетичная опорная зона благодаря Хави Мартинесу. Помним, что он в Суперкубке Европы принес победу во многом баварцам своей игрой на втором этаже. Коман и Мюллер, так скажем, на флангах, хотя всем понятно, что Томас Мюллер будет действовать совершенно на другой позиции. Его назвать вингером язык не повернется. Это, скорее, свободный художник, приписанный к правому флангу. Ну и Ливандовский против бывшей команды на острие атаки. Что касается Дортмундской Баруси, здесь Люсьен Фавер в плане модели игры не стал изобретать велосипеда. По-прежнему три центральных защитника, четыре игрока в следующей линии, плюс тройка в атаке. Тут никаких изменений по схеме нет. Куда важнее, каково будет кадровое наполнение данной... Тут особых изменений по схеме нет. Тут все вполне себе привычно. Куда важнее, так скажем, кадровое наполнение данной модели игры. Потому что потери у Баруси, конечно же, колоссальные. Вот сейчас зачитать этот список становится как-то страшно. За году Азар, Санчо, Берки, Шмельцер. В общем, какой-то кошмар на самом деле. Так вот получается, что у Баруси, вроде как состав отличный. И у них обойма великолепная. Очень плотная, качественная, скамейка запасных есть. Но постоянно кто-то травмирован. Неудивительно, кстати, что Андре Ширли в свое время выступал за эту команду. Вот Андре Ширли был прям олицетворением Дортмундской Баруси в плане травмоопасности этой команды. Ну и в результате в воротах появился Хитц вместо Берки. В центре защиты Джан. Формально он все-таки является опорником. Но мы уже привыкли, что он играет в центре защиты. Хумельц, для которого матч особый против Баварии. Где он не смог на 100% себя показать. Аканжи, третий центральный защитник, Паслак и Менье на флангах. Тома Менье это особое, как бы сказать, внимание данному футболисту. Новичок, пришедший из ПСЖ. Дауте Делэйни в центре поля. Бранд, Ройс и Холланд в атаке. Кстати, редкое дело, у Баруси полным-полно травм. А Ройс не является одним из поврежденных футболистов. Ну и как я уже сказал, на старте встречи Бавария была очень хороша. Она шла вперед и смогла забить два мяча за полчаса с небольшим на старте встречи. Здесь, конечно же, Баруси тоже стремилась атаковать. Но в том числе и их попытки забить собственный мяч приводили к ошибкам в обороне. Вот, например, стандарты, которые, в принципе, могли стать сильной стороной для шмелей в этом матче. Потому что у них достаточно атлетичная команда. И они могут забить, в том числе со второго этажа, в том числе после угловых. Но вот они пошли большими силами в наступление на стандарт. Пришли к чужим воротам. И чем это закончилось? Контровыпадом Баварии и забитым Галешником. Вот такое тоже бывает. Вообще в современном футболе это очень распространенный эпизод. Когда команда, уйдя вперед большими силами на стандарты, пропускает такие контровыпады. И в результате здесь, получите, распишитесь, вот вам Галешник. Ну а в ситуации со вторым забитым мячом Мюнхенцы смогли забить со второго этажа. Вот я сказал, что у Баруси есть определенные преимущества в плане атлетизма. И вообще у них очень крепкая команда. Средний рост исполнителей у шмелей 185,4 сантиметра. Но Мюллера они не смогли удержать подачи от Дэвиса и Томас забивать второй мяч. После чего, конечно, многие начали переживать, а будет ли здесь полноценная борьба. Потому что 2-0 к 32-й минуте. После такого многие могут начать рассуждать о том, что матч уже закончен. Но шмели все-таки не из робкого десятка. И что очень важно, мне кажется, что Бавария несколько приспустила поводья. По понятным причинам. Как я уже сказал, плотный график, очень тяжелый календарь. Здесь нужно как-то разряжать обстановку и находить варианты для того, чтобы... Не то чтобы отдохнуть, но для того, чтобы проводить игровую аритмию. Чередовать яркие активные эпизоды и более пассивные. Поэтому в чем-то Бавария была права. Но в этом моменте все равно стало заметно, что мюнхенцы потихонечку откатываются к более осторожному футболу. Если в первые 32 минуты, когда они, собственно, и забили два мяча, процент владения был 58 на 41, то если мы посмотрим на оставшуюся часть первого тайма, то здесь процент владения был немножко, но все-таки в пользу Баруси. И что характерно, со своего единственного удара в этой части встречи Баруси и забивая Юлиан Брант смог здесь потрясающим выстрелом заколотить важнейший мяч. Мяч в раздевалку, можно сказать, прямо перед перерывом за 6 минут. И, разумеется, это оставило определенную надежду Баруси на следующий, второй тайм. И в результате это, конечно, добавило им мотивации, добавило веры в себя. Наверняка и Фавор произвел какие-то махинации с моделью игры и схемой. И в результате на вторую часть встречи Дортмундсы вышли очень злыми и, что прям заметно, очень активными в прессинге. Ну и, кстати, что характерно, именно так они и сравняли счет. Отбор на четвертой половине поля и Холланд в итоге выскакивает здесь один на один и сравнивает счет. Вот эта, знаете, дуэль двух нападающих, Холланда и Ливандовски, бывшего форварда Баруси и нынешнего, это был один из лейтмотивов встречи, поэтому здесь, конечно, было интересно смотреть и на того, и на другого. Ну и тут-то, знаете, какие-то провалы пошли на самом деле у ворот Баварии. Вскоре после момента Холланда там Нойер вынужден был героически спасать свою команду. И всем стало понятно, что не все здесь в порядке в Мюнхенском королевстве. До этого была уже одна перестановка у Баварии, она была, правда, атакующего плана. Вместо Камана появился Гнабри. Однако проблема в том, что Гнабри, вышедший еще до пропущенного мяча, это был фактически единственный сильный джокер, который мог качественно усилить атакующую игру Баварии. Потому что у Мюнхенцев был сильно ограниченный резерв. И в результате здесь, конечно же, Мюнхенцам нужно было менять несколько структур игры, для того, чтобы спасти эту встречу и добиться победы. Ну и хотелось бы отметить, что важнейшим фактором, конечно, стала стабилизация оборонительной игры и полузащиты. И как мне кажется, вот в этом моменте, когда у Баруси был шанс забивать третий мяч, вот этот упущенный эпизод, он стал одним из ключевых. Потому что заберни, возможно, вся игра пошла бы по-другому. Но Бавария смогла устоять в этом эпизоде. А в концовке встречи Баруси вновь упускает скоростную атаку Мюнхенцев. Здесь Ливандовский очень здорово с Кимихом разобрались. И, что характерно, Хитц даже потащил мяч. Но в результате мяч снова попал Кимиху, который с добиванием уже забивает третий галешник. То есть здесь обороне Баруси, конечно, есть над чем призадуматься. Как мне кажется, в этой встрече, несмотря на плотную схему в трецентральных защитника, оборонительная линия у Шмелей сыграла не лучшим образом. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.